Приветствую, друзья! Сегодня речь пойдет о двух весьма интересных многофункциональных фрезерных станочков, сконструированные с целью использования в домашней мастерской. И первым мы рассмотрим станок, первая версия которого была создана в 1964 году и носила название своего создателя Эдгара Т. Весбери. Итак, станок Доре Весбери МК-1. По сути является фрезерно-сверлильным станком и на первый взгляд он очень похож на сверлильные станки того времени, но с расширенным функционалом. Состоит станок из массивной чугунной станины, на которой располагаются две основные конструктивные части станка. Это координатный стол с большим количеством Т-образных пазов, расположенный в продольном и поперечном направлении, что здорово увеличивает количество возможных вариантов крепления дополнительной оснастки. Также на плите фиксируется массивная чугунная стойка, служащая также и поддержкой и фиксирующим элементом для основной колонны, на которой собственно и располагается фрезеровочная часть станка. Колона имеет винтообразную проточку, которая вместе с гайкой служит для подъема фрезерной головки на определенную высоту относительно станины и координатного стола. В самой верхней части колонны находится кронштейн, в котором фиксируется балка, являющаяся опорой для двигателя с механизмом натяжения ремня и вертикальная сверлильная фрезерная головка. Благодаря такой конструктивной особенности у станочка была возможность поворота головки во фронтальной плоскости на любой угол до 90 градусов в обе стороны. Также конструкция кронштейна позволяла поворачивать фрезерную часть станка вокруг оси колонны и выдвигать балку с головкой на необходимую длину. Все это давало возможность обрабатывать материал с более широким диапазоном размеров. Сама вертикальная головка достойна отдельного внимания, так как именно здесь сконцентрированы те конструктивные особенности, что отличает этот станок от других, а именно на левой стороне головки, где нашел свое место достаточно интересный механизм, обеспечивающий превращение сверлильного станка во фрезерный. Собственно, это маленький рычаг, который фиксирует приводной вал с маховиком в одной из двух позиций, которые соответствуют положению зацепления шестеренкой для контроля выдвижения пиноли с помощью маховика и лимба, что, как вы уже поняли, необходимо при фрезеровании и положении без зацепления для проведения сверлильных работ. При этом на правой стороне головки находится соответствующая трехрычажная рукоятка. Через несколько лет появляется более модернизированная версия станка Dory Westbury MK2. Появилась автоматическая продольная подача, которая выглядела как дополнительное приспособление к тому же координатному столу. На передней поверхности расположился рычаг включения подачи, а сверху два тумблера для включения дополнительного двигателя, от которого и приводится в движении подачи и для изменения направления движения. Также доработке подверглась и гайка основной винтообразной колонны. Теперь их две и есть упор, который не дает верхней гайке крутиться по часовой стрелке. Ну и тут для самых внимательных вопрос. Как вы думаете, для чего это сделано? Если посмотреть на вертикальную головку, то мы заметим еще одно изменение. В данной версии механизм превращения сверлильного станка во фрезерный находится уже справа, где и рычаг для выдвижения пиноли при сверлении. Второй станочек, о котором пойдет речь, не менее интересный и по конструкции очень похож на станок Amstriplex. Однако в данном случае у станка нет возможности токарной обработки, да и гораздо меньше по размерам. Речь идет о прецизионном станочке под названием Нора. И как ни странно, так же как и предыдущий станок имеет тоже две версии под теми же названиями. Ну а начнем с МК-1. Станок состоит из чугунной станины, вертикальная часть которой выполняет две функции. Первая это вертикальная направляющая для подъема координатного стола, а вторая это стойка для направляющей фрезерной головки. Координатный стол имеет очень скромные размеры и один Т-паз посередине вдоль стола продольной подачи. Подъем стола осуществляется путем прокручивания небольшой шайбы с накаткой и лимбом, которая в свою очередь вращает винт с трапециедальной резьбой, гайка которой является частью корпуса координатного стола. А так как станок является прецизионным, то здесь же находятся два рычага для фиксации в нужном положении и рычаг для ускоренного перемещения. Кстати, такие рычаги находятся на все подачи координатного стола. Стойка фрезерной головки, как вы уже заметили, имеет дугообразную форму, что позволяет крепить ее под любым углом до 90 градусов относительно заготовки, а контролировать угол позволяет специальная шкала на тыльной стороне стойки. К шпинделю в фрезерной головке крепится специальный кронштейн, в который фиксируется двигатель. На правой стороне головки находится кроме рычага фиксации шпинделя еще и рычаг для выдвижения. Более модернизированная модель станка МК-2 имеет несколько конструктивных особенностей. Подъем и опускание координатного стола осуществляется механизмом, который находится не с правой стороны станины, а под столом. В данном варианте отказались и от рычагов грубой настройки позиции координатного стола. Коснулись изменения и формы дугообразной стойки фрезерной головки, она же и направляющая. Шкала имеет уже более четкие возможности позиционирования благодаря шкалы нониуса. Ну а на этом все, спасибо за внимание.